Прежде чем мы начнем работать, самый странный для вас, может быть, вариант информации – это то, что связано с нашим родом и родовым древом. Вот я вам даю здесь известную древнюю форму генеалогического древа в виде вот такого, может быть, хвоста птицы, где показаны ячейки, в которых каждый человек в роду занимает свое место. На этой картинке видно, что у каждого есть свое место. Когда мы просто представляем дерево, то там каждый человек – это веточка, почка, цветочек. Это понятно. Но когда мы смотрим на такую радиальную картинку, то мы видим, что здесь очень четко расположены мужчины и женщины. Обратите внимание, для каждого мужчины и для каждой женщины есть своя ячейка. И правильная картинка должна быть вот такая в нашем роду. Видите, количество мужчин и количество женщин должно соответствовать, потому что иначе они не дадут плода дальнейшим. Но что мы имеем на сегодняшний день? Честно сказать, на сегодняшний день ни одного рода человеческого нету здорового. Кроме нескольких семей, которые магические, это семьи за пределами нашей, ну можно сказать, планеты, которые с периода Атлантиды продолжают свой род. Но у них это закрытые семьи, их очень мало. Но там всё чётко, там ничего случайного. Ни одна душа не придёт в ту семью специально. Мы сейчас про них говорить не будем вообще. Мы будем говорить про наши с вами роды. В наших с вами родах, вот на этой картинке, есть огромное количество пустот. Что это за пустоты? Это огромное количество мужчин и женщин тоже, которые исчезли из рода. Но сегодня мы будем говорить только про мужчин, которые исчезли из рода. Потому что, когда они исчезли из рода, то архетип отца или творца не может работать через пустое место. И поэтому передавать он дальше не может свою программу. Отсюда количество алкоголизма и зависимости увеличивается. Куда они деваются, эти мужчины? Значит, что странно? Первое. Это то, что большое количество детей умирает в утробе. Раньше это было из-за тяжёлой жизни матери. Тяжёлая работа. Она работала до последнего момента. Рожали прямо в поле. Женщины плохо ели. Часто муж за ней не ухаживал, мог её избивать, требовать от неё тяжёлой работы. Ну вот, например, период моей бабушки, 1900 год, например. Вот мне очень подробно бабушка рассказывала, как они рожали. Это было ужасно. Как она носила беременность. До последней минуты, она ещё и родила в поле. Но до последней минуты она очень тяжёлую физическую работу в доме выполняла. Её заставляли там мешки с зерном таскать, когда она была беременна. И у неё был как раз выкидыш первого ребёнка из-за этого. Я просто пример привожу. И она не одна такая. Итак, первая причина – это что дети просто ещё в утробе, их не могли выносить. Вторая причина – это аборты сознательные или когда знахарки вытравливали плод. То есть он завязался в животе, а его вытравливают. И вот ему не дают родиться. И есть ещё вариант, когда рождается ребёнок, но умирает в младенчестве. От плохого ухода, от болезни, от того, что мать плохо его вынашивала, тяжело. И он просто родился слабым, не в состоянии был жить. Тоже они умирали. Такие дети очень много. Вообще младенческая смерть была чудовищная по статистике, по всему миру. Ещё сто лет назад. Плюс к этому совершенно чудовищные вещи, про которые мы с вами просто ещё плохо информированы, от нас их скрывали. Это то, что как раз в начале прошлого века было очень распространено отдавать своих детей в другую семью или продавать их. Это было сплошь и рядом. Но понятно, когда бедная семья отдавала богатую семью, чтобы там за ребёнком присмотрели, дали ему там приданное и образование. Это можно было объяснить. Но вот, например, в Америке ещё в 50-х годах можно было купить детей. И там были рекламы. Я просто... У меня есть эти фотографии. Я не хочу вам сейчас время отнимать. Одним словом, можно было легко купить детей. И рекламировали прям, показывали фотографии малышей. А вот продаётся такой замечательный ребёнок, там то-то-то, и стоит он всего столько-то и так далее. Запросто продавали. Кроме того, детей ещё и отдавали в детские дома, в другие семьи, в приюты. Потому что мать, если рождала ребёнка одна, без мужчины, она его не могла сама прокормить и не могла, ну, собственно, работать. То есть это вообще ситуации были тяжелейшие. И что... Да, ещё давайте сюда добавим, что когда чуть старше становились дети, там 14, 15, 16, 17, лет 18, всё. С этого момента пушечное мясо. Во всех странах их призывали в разные войны, в горячие точки и убивали сплошь и рядом. Как бы обслуживая государство и так далее. Одним словом, что в семьях происходило? Когда дети умирали в утробе после аборта или младенцы, или их отдавали в чужие семьи, или вообще продавали, то память о таких детях стиралась. Или из-за сыда, или из-за страха. Вот откуда появилось понятие скелеты в шкафу. То есть были люди в роду, а род их зачеркнул и забыл намеренно. И поэтому следующие поколения, внуки там до седьмого колена, они словами не знали и именами про них ничего. А на генетическом уровне они видели, что есть пустое место, незаполненное. И это те пустые места, через которые Отец Небесный не мог проявлять свой архетип. Из-за того, что в роду оказывалось так много пустых мест, последующие поколения были вынуждены жить за себя, из-за того, из-за то пустое место. Это очень интересное психологическое явление, когда человек ощущает, что он живет не только за себя. Но у нас сегодня другая тема, мы не будем именно этот аспект брать. Мы возьмем только сейчас зависимости. Итак, когда в роду есть много пустых мест, как бы зачеркнутые, забытые какие-то люди в семье, в роду, то архетип отца ослабевает. Он ослабевает настолько, что в семье не может, в семьях не могут проявляться вот эта воля к изменениям и воля к поиску Бога, воля к поиску своего высшего Я и своей собственной воли. Человек рождается очередной, с ослабленным таким архетипом. Он себя ощущает, как пустое место. Меня вроде нет, говорит он. А когда меня нет, то он доступен для любых сил внешних. Итак, мы сейчас начнем работать с родовым древом, но прежде чем я приступлю к самой работе, я попрошу вас еще раз закрыть глаза и попросите архетип отца показать еще раз ваше родовое древо и попросите, чтобы он проявил и указал вам, сколько пустых мест в вашем роду, сколько забытых членов рода, незаслуженно забытых, намеренно забытых, вместо которых оставлены пустые места. Просто вы можете даже спросить у архетипа отца, сколько процентов из количества людей моего рода оказались вычеркнутыми. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...